Добрый вечер, зритель! Очередной день нашей смены подошел к концу, а это значит, что вы снова смотрите видео новости Бумеранг. И с вами я, Анна Морозова. Каждый день во Всероссийском детском центре Орленок наполнен мероприятиями. Что же ребята-орлята успели сделать за два дня, мы узнаем в новостном блоке. Форум Бумеранг собирает талантливых ребят, которые каждый день работают над собой и своими проектами. Сегодня в Доме культуры и спорта проходит открытие Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Директора «Бумеранга» Александр Васильевич Джеус и Владимир Александрович Грамматиков говорят ребятам на путственные слова. Четыре, три, два, один! Ура! Тарелка разбита об штатива, а это значит, что Всероссийский форум детского экранного творчества открыт. Так как 2016 год объявлен годом российского кино, впервые зрителям с помощью отрывков из легендарных советских фильмов показывают и рассказывают историю зарождения русского кинематографа. Наполняет сцену красками ребят из арт-отряда. Живая музыка, танцы, игра на гитаре и вилончели. Ну, от смены я жду первое – это снять свое кино, потому что я начинающий режиссер, для меня это большой опыт. От смены «Бумеранг» я впервые жду продуктивности, потому что я приехал сюда работать, а не отдыхать. Открытие воодушевляет Орлят на продуктивную работу. Они очень многого ждут от этого форума. Анастасия Мусина, Иван Загайнов, Дмитрий Лебедкин, Тимофей Озеров. Видеоновости «Бумеранг». Один человек, наделенный мужеством, образует большинство. Так считают участники всероссийского открытого детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». В этом году организаторы поднимают тему «Мужество». Мужчины, люди могут в одиноку, 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 в одиноку. Участники инициативы «Горящее сердце» делятся с ребятами из «Артека», «Смена» и «Орленка» историями о своих подвигах. Они стараются вдохновить других на добрые поступки. После рассказов «Орлята» понимают, что каждый человек может помогать окружающим. Цель данного мероприятия – доказать людям, что существует такое понятие «мужество». И не стоит от этого стесняться, помогать людям. Организатор урока – Ирина Игоревина Фришман, заместитель председателя Международного союза детских общественных объединений. Она считает, что такие встречи с детьми должны стать традицией. Когда мы видим, что мы можем за короткое время объединить много ребят, рассказать о тех ребятах и о их подвигах с верстником, представляете, если бы там 1 сентября мы имели возможность в каждой школе рассказать о этих ребятах, пообщаться, получить обратную связь. Это было бы очень замечательно. Помогайте другим, и все вернется бумерангам добра. Карим Вахитов, Анна Кормилкина, Видеоновости Бумеранг. Ярко и красочно по таким девизам проходит сегодняшнее мероприятие. Индийский праздник весны и красок посетил сегодня Всероссийский детский центр «Орленок». Фестиваль Холли проводится в России совсем недавно, но краски уже разлетелись по всей стране. Например, в 2015 году на мероприятие в Москве собирается 16 тысяч человек. И это неудивительно, ведь сделать свои будни ярче хочет каждый. Правила участия простые. Бери краску, кида вверх и дари всем хорошее настроение. Настя Бетилева из города Торжок впервые в «Орленке». Она признается, что краски бумерангов помогают расслабиться перед началом работы на форуме. Я невероятно счастлива, так как это мой первый праздник в Холли. И это незабываемо, это останется на всю жизнь со мной. Это просто невероятно. Пляж, дети, вожатые, все стало разноцветным. Осталось только море. Участники праздника отправляются раскрашивать волны и дарить друг другу улыбки. Флэшмо помогает понять, что всего лишь улыбка может сделать нашу жизнь ярче. Виктория Мандрюкина, Мария Братчикова, Иван Загайнов, Дмитрий Лебедкин. Видеоновости бумеранга. Рассказав про памятники Орленка, мы не смогли остановиться. Сегодня в нашей постоянной рубрике С.О. вы узнаете про аптеку для души. А что это такое и почему ее нужно посетить, вы узнаете в сюжете нашего корреспондента. Удивительное, необъятное, великолепное. В ней много загадок и секретов. Это страна, название которой аптека для души. Здесь каждая книга, каждый экспонат хранит свою историю. Например, из одного издания я узнал, что термин аптека для души впервые использовался фараоном Рамзесом II в Древнем Египте. Так он называл свое собрание книг. И вот, спустя 3,5 тысячи лет, Пронеслова Федоровна, заведующая библиотекой Орленка, возродила этот термин. 60 тысяч книг составляют целый лабиринт. Здесь хранятся издания многих авторов. Невозможно не заметить произведения того, кто подарил нам букву ЙО, того, кто обогатил русский язык. Писателю посвятили отдельный стеллаж. Расписанные стены, еще одна часть загадочного помещения. Но мало кто знает, причиной покраски служил потоп. Именно после него остались пятна с зеленоватым оттенком, который позже становится основой для появления прекрасных узоров и цветов. Настоящий природный автограф. Библиотека хранит в себе лучшие произведения всех видов искусства, в том числе живописи. Однажды Никас Сафронов посетил эту библиотеку и влюбился навсегда. Теперь он стал здесь частым гостем, а его картина неизменным украшением стен и удивительного места. За это время художник подарил библиотеке 21 картину. Эта библиотека по-настоящему уникальное место. Просто попробуйте приглядеться к самым простым вещам. Стульям, сувенирам и даже подушкам. Все они – это история. И кто знает, может быть библиотека ночью действительно оживает. Никита Куликов, Кристина Золотарева, Видеоновости Бумеранг. Много ли людей вы встречали, от рассказа которых по всему телу начинают бегать мурашки? О детей, которые способны на героические поступки? Если ваш ответ – да, то это хорошо. Наш корреспондент Татьяна Бессонова познакомит вас с таким горячим сердцем. Добрые глаза, горячее сердце и одно решение. Кирилл Ефремову, 12. И он – часть всероссийской общественной государственной инициативы «Горячее сердце». Кирилл живет в республике Калмыкия, село Ульяновское. Увлекается футболом и легкой атлетикой. В свои 12 он лучший защитник команды и успешно преодолевает кроссы в 5 километров. Мальчик мечтает, чтобы ничего не угрожало жизни людей. И это желание не случайно. Днем 12 июня 2015 года Кирилл отдыхает со своими друзьями у водоема. Было два мальчика, вот я и еще один мальчик. И вот остальные девочки четыре. Из них всех плавать один я только умел. Как мне дедушка рассказывал, там раньше колодцы были. Ну, они же там еще и попали на ту сторону, где колодцы. Там же глубина тогда большая будет. Так вот, обрыв сразу. Ну, ничего. Начали, вот, три девочки пошли в воду. А одна как-то вот успела на берег выбраться сама. Я поплыл сначала за одной, они там еще с одной девочкой держались. Ну, за руки. Я взял ее за волосы, мне дедушка рассказывал, да если что, вдруг там за волосы надо вытягивать правильно. Я взял ее, вытащил за волосы, ну, а та девочка уже другая, я отцепилась от нее. Поплыл я за ними двумя теперь, они тоже возле друг друга были, другие. Одну я вытащил. Поплыл за ними, ну, а когда он начал, ну, как, я тоже хотел за волосы взять. Воздуха набрал. Ну, хотел вот так вот подкинуть, за волосы там нельзя было взять. Нырнул, хотел ее под этот, к берегу, ну, выкинуть. А, ну, вот, они вдвоем как-то на меня накинулись. Одна за шею держала, вот, как на удушающую, другая за живот отняла. Губ подкинул, а другая как-то, ну, отцепилась и на глубину. Тут девочка, я сам вот из воды выбрался, начал откашливаться. Все кричали, давай, давай, еще за одной плыви быстрее. Они, ну, как палку подали, ее чисто на берег вытащили. Она уже тоже без сознания была, плохо было. Я смотрю, что делать, что делать. А вдруг сейчас тоже, ну, ее не станет. Ну, искусственное дыхание сделал ей, а за третьей девочкой я не успел. Наградой находит своего героя. Кирилл Ефремов получает звание «Горячее сердце». Церемония награждения проходит в Москве. Потом вот эта вот одна девочка, ну, пошла и рассказала там педагогу одному в школе работает. Педагог написал историю, ну, подал заявку. И вот так вот получилось это. Кирилл считает, что каждому необходимо знать основы первой медицинской помощи. Именно эти навыки помогли ему в тот день спасти две жизни. Ну, было этот, ну, как, уже это в голове цель поставлено, чтобы их чисто вытащить и все. А себя уже как-то, за себя не волновался, за них чисто. Трезво оценить ситуацию и быстро принять решения способен не каждый. Кирилл поступил как настоящий мужчина и считает, что так бы сделали многие. Все зависит от этих людей, от его страха, от их страхов почему-то. Но я думаю, большинство могло бы так поступить. Каждое решение имеет свою ценность и способно изменить жизнь вокруг. Кирилл уже давно задумался о работе в Министерстве чрезвычайных ситуаций. И теперь он уверен, что хочет спасать людей. Сейчас вот кто не умеет плавать, вот, или он, ну, вот, горит желанием научиться. Я его или учу, или пускаю на мелководье, где по шею ему где-то будет. И присматриваю за ним. Инициатива «Горячее сердце» помогает узнать о людях, которые преодолевают себя. А поступок Кирилла напоминает о том, как важна каждая секунда и каждое решение. Татьяна Бессонова, Иван Заганов, Видео Новости Бумеранг. Каждый день летит все быстрее и быстрее. Скоро нам вернут наши чемоданы, и мы начнем собирать вещи домой. Но еще рано прощаться. С вами была Анна Морозова и редакция «Видео Новости Бумеранг». До встречи! «Видео Новости Бумеранг» «Видео Новости Бумеранг»